МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Верепрограмма ныне. Коротко о главных темах дня. В ожидании святейшего Астрахань готовится к визиту патриарха московского и всея Руси Кирилла. Он состоится ровно через неделю. Успеть до 1 октября. Совсем немного времени остается у ахтубинцев, которые входят в число федеральных льготников. Им необходимо определиться с набором социальных услуг на следующий год. В кукольном мире тетушки И в Ахтубинске открылась уникальная выставка авторских кукол Ирины Шуст, персонажей которой поражают свои реалистичности. И обо всем этом не только подробнее. Ровно через неделю, во вторник, 26 сентября, наш регион ожидает своего рода историческое событие – визит в Астрахань святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла по случаю 300-летия Астраханской губернии. История губернии 20-го и 21-го веков отмечена тремя визитами патриархов русско-православной церкви. Эти события вошли в летопись нашего края как наиболее знаковые. В июне 1949 года Астрахань посетил святейший патриарх Алексий I. Это было историческое путешествие по Волге с целью ознакомления с церковной жизнью некоторых привозских городов. Главной его целью был город Сталинград, откуда Алексий I отбыл на пароходе, взявшем курс на Астрахань. Красоту Кремля с его величественным Успенским собором святейший патриарх наблюдал с Волги. В городе он встретился с паствой, посетил местные храмы и единственную по красоте на всей Волге – 17-ю пристань. Об этом повествует издание «Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования». Следующий визит главы русской православной церкви в Астрахань случился почти через 50 лет – в октябре 1992 года. Лихие 90-е – так сегодня именуют этот период в жизни нашей страны. Святейший патриарх Алексий II встретился с астраханцами у стен Успенского собора, посетил детский дом номер 2 на улице Яблочково. Далее, как описывает это событие пресса тех лет, в Большом зале администрации состоялась встреча с депутатами местных советов народных депутатов. Со словами приветствия к патриарху обратился глава областной администрации Анатолий Петрович Кужвин. «В наше сложное время, реформы, перемен, человек-труженик особенно устро нуждается в добром напутствии и поддержке. Уверен, что вашего благословения ждут и с благодарностью воспримут все астраханцы – верующие и неверующие». В рамках визита прошла встреча святейшего патриарха с представителями мусульманских конфессий, а на следующий день в Успенском кафедральном соборе совершен чин вручения архиерейского жезла и рукоположения епископа астраханского и енотаевского Илоны. Ровно через 10 лет, в октябре 2002-го, Алексий II вновь почтил своим визитом Астрахань. Это был год 400-летия астраханской епархии. Теракты в Москве существенно изменили фон, на котором происходили празднества, тем более, что сам визит начался 26 октября, в день штурма театрального центра на Дубровке, захваченного террористами. В Кремле в Успенском кафедральном соборе патриарх совершил молебен, по завершении которого отметил, что только после известия об освобождении заложников было принято окончательное решение о том, что запланированный визит состоится. В рамках визита Алексий II посетил Иоанна Притеченский мужской монастырь, социально-реабилитационный центр для девочек, встретился с преподавателями и студентами АГТУ. И вот, минуло 15 лет. Губерния в год своего 300-летия снова ожидает в гости главу Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приезд Святейшего планируется, как правило, за год или более. Губернатор и правящий митрополит, следуя установленным правилам, будучи у него на приеме, лично пригласили его на торжества. Двухдневная программа первосвятительского визита в Астраханскую митрополию Патриарха на сегодняшний день примерная. В нее входит посещение астраханских храмов и Благовещенского Новодевичьего монастыря, освящение места под новый храм, а также осмотр казачьего кадетского корпуса в селе Началово. Примерная программа опубликована в новом выпуске газеты «Епархиальные ведомости», которые в ближайшее время можно будет приобрести в местных храмах. Программа визита есть и в газете «Ахтубинская правда». Местная епархия планирует организованный выезд паломников на патриарши богослужения. Епископ Ахтубинский и Янатаевский Антоний, как правящий архиэль Ахтубинской епархии, наряду с главой Астраханской митрополии, примет участие в богослужениях и будет сопровождать Святейшего на всех запланированных мероприятиях. Совсем немного осталось времени у федеральных льготников для того, чтобы определиться с перечнем социальных услуг. Кому они положены на эту тему, мы поговорим с начальником отдела назначения перерасчета пенсии Управления Пенсионного фонда России в Ахтубинском районе. Людмила Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Кому положены федеральные льготы? Начнем с этого вопроса. В первую очередь давайте остановимся, конечно же, на категориях, чтобы зрителю было понятно, кто же относится к федеральным льготникам. В первую очередь это, конечно, участники инвалидов Великой Отечественной войны, супруги, которые получают уже вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тоже получают ежемесячную денежную выплату, ветераны боевых действий, несовершеннолетние, несовершеннолетние узники, концлагерей, граждане, которые были награждены значком жителей блокадного Ленинграда, инвалиды, в том числе дети инвалиды, участники ликвидаторы ЧАЭС, то есть спектр, ну, скажем так, я назвала сейчас основные категории федеральных льготников. Значит, ежемесячная денежная выплата и выплата этим льготникам, она была установлена еще с 1 января 2005 года, то есть уже пошел, скажем так, второй десяток лет, когда мы осуществляем эту выплату одновременно с выплатой пенсии. Ничего такого особенно нового в этом направлении не появилось, но так как у нас сейчас на дворе сентябрь, и к нам приближается дата 1 октября, хотелось бы в очередной раз разъяснить гражданам и напомнить им о том, что они могут отказаться от соцпакета, который уплачивается дополнительно к ежемесячной денежной выплате, либо возобновить предоставление этих услуг в натуральном виде. В каждую категорию льготников сказать, что у них одинаковая сумма выплаты, естественно, это будет неправильно. В зависимости от категории федеральный закон, естественно, устанавливает для каждой категории свою ежемесячную денежную выплату. Но соцпакет, который выплачивается дополнительно к ежемесячной денежной выплате, носит, скажем так, такой фиксированный характер. И граждане могут воспользоваться этим набором социальных услуг двумя способами. Первый способ – они получают все эти услуги, которые входят в этот набор, а на них мы сейчас остановимся чуть попозже, в натуральном виде, бесплатно. Либо они могут отказаться от набора социальных услуг как в полностью, так и в какой-то ее из частей, и получать возмещение в денежном эквиваленте. Итак, что же входит в набор социальных услуг? Это три услуги. Первая – это обеспечение лекарственными препаратами, которые входят в определенный перечень. То есть это не все-все лекарственные препараты, которые входят в определенный перечень, которые устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом. Вторая услуга – это проезд на санаторно-курортное лечение. И третья услуга – это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, но, к сожалению, в нашем районе пользоваться этой услугой граждане не имеют такой возможности. Либо проезд до места санаторно-курортного лечения туда и обратно. Значит, если сумма ежемесячно денежного выплаты по категориям льготникам разнится и разные размеры носит, то набор социальных услуг, у него фиксированная сумма в общей сложности – это 1 048,97 руб. Если сейчас разбить по всем трем категориям, то возмещение за лекарственные средства – это порядка 800 рублей, это 807 рублей, 94 коп, чтобы быть точными. Санаторно-курортное лечение – это 124 рубля, 99 копеек. И проезд на транспорте – это 116 рублей, 4 копейки. Как я уже сказала, что гражданин каждый год может принимать решение, каким образом пользоваться этим соцпакетом. Либо получать бесплатно вот эти перечни услуг, либо отказаться. Но есть такой маленький нюанс и особенность, что для того, чтобы получать возмещение тех услуг, опять скажу, полностью, либо в какой-то ее части, каждый год до 1 октября текущего года, так как, естественно, на следующий год уже начинает формироваться федеральный регисль льготников с учетом отказа от соцпакета, либо его получения в натуральной форме, гражданин должен обязательно подать заявление. Почему 1 октября, я уже сказала, то есть за глубокое время на пенсионный фонд начинает уже готовить списки будущих федеральных льготников с учетом их пожеланий уже на следующий год. Значит, каким образом нужно подать заявление? Заявление тоже два вида. Первое – это отказ, второе – это возобновление. То есть либо человек не всегда получал в натуральном виде и потом решил получать в денежном эквиваленте, он пишет отказ. Либо если он до этого получал в денежном эквиваленте, но ему каким-то причинам нужно приобретать бесплатное лекарство, он может написать заявление другого содержания о возобновлении и предоставлении услуг в натуральной форме. То есть здесь все исключительно носит как бы индивидуальный характер, и человек, гражданин, пенсионер, получатель ЕДВ сам принимает решение, каким образом ему воспользоваться. Если гражданин до 1 октября текущего года предоставляет либо то, либо другое заявление, оно, естественно, рассматривается, и уже с 1 января 2018 года он начинает получать деньги либо услуги. Поэтому хотелось бы усиленное внимание привлечь граждан, потому что иногда бывает, что гражданин немножко упускает эту информацию, и потом, когда наступает следующий текущий год, возникают вопросы. А для некоторых граждан порядка 1000 рублей это достаточно, скажем, такая сумма, которую бы они хотели ежемесячно получать. То есть те граждане, которые уже в свое время отказались, например, и их устраивает тот момент, что они ежемесячно, ежегодно получают в денежном эквиваленте эту сумму, приходить и в пенсионный фонд, и подтверждать свое заявление, например, как он написал в 14-м, в 15-м, ну там, начиная с 2009-го года. Если это заявление граждане писали ежегодно, как бы они подтверждали свое желание пользоваться деньгами либо лекарствами, то с 2009-го года абсолютно нет такой необходимости. Если вы уже когда-то приняли решение, вас устраивает или ничего, не хотите менять, тогда, ну скажем так, заявление это пролонгируется на следующий год, и автоматически выплаты будут начислены с учетом ваших пожеланий. Конечно же, вот это 1 октября каждого года, это очень серьезная дата для тех, у кого последовало новое назначение ЕДВ в текущем году. Как правило, многие определяются уже с подачей заявлений на ЕДВ, что они будут делать соцпакетом, некоторые думают до 1 октября, поэтому прошу обратить особое внимание, что у нас осталось буквально уже 10 дней для того, чтобы принять это заявление. Теперь возникает вопрос, каким образом можно подать заявление? Первый способ, это непосредственно обратиться в клиентскую службу управления пенсионного фонда в Ахтуринском районе. Конечно же, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство, и обратиться к специалисту клиентской службы, будут сформированы соответствующие заявления, там беседы, если вдруг возникают какие-то вопросы, разъяснения будут исчерпывающие данные, это заявление будет обработано. Второй способ подачи данного вида заявления, это электронные услуги. То есть, имея доступ на портал госуслуг, в личный кабинет гражданина, в принципе, можно избежать необходимости появляться в клиентскую службу, тратить свое время, и таким образом подать через электронные услуги заявление, которые, соответственно, будут уже при поступлении к нам, уже обработаны специалистом, соответствующая информация будет внесена на лицевой счет. До 1 октября дата не меняется, и если вдруг у человека какие-то препятствия, и он не может прийти в пенсионный фонд или заполнить в электронном виде, поблажек не будет? Нет. После 1 октября человек может обратиться, но тогда уже будет речь стоять о том, что заявления данного рода будут уже действовать с 1 января 2019 года. Если вдруг, я, конечно, понимаю, что федеральная льгота, основная масса получателей, это все-таки инвалиды, это и дети инвалиды, инвалиды и первая группа, и вторая, и третья, иногда неограниченные в передвижении, то есть если у них нет возможности пользоваться электронными услугами. Есть еще один вариант, что в таком случае может прийти законный представитель в пенсионный фонд, но у которого, конечно, будет документ, который будет подтверждать его законные права представителей, и уже имея вот эту доверенность на руках, тогда, в общем, от лица этого гражданина предоставят заявление, то есть передать волю, это все будет обратно. То есть есть еще такой исключительный вариант, в случае, если действительно гражданину тяжело очень попасть в пенсионный фонд, написать это заявление. Людмила Владимировна, спасибо вам за информацию, ну, а мы продолжаем дальше. В Ахтуберском районе стартовал единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи. Руководство и специалисты территориального отделения пенсионного фонда проводят открытые уроки в разных учебных заведениях. Сегодня они побывали в филиале автомобильного автодорожного колледжа. С подробностями Татьяна Фомина. Конечно, вчерашние девятиклассники с трудом представляют себя пенсионерами и свое денежное обеспечение после многолетних трудов. Нам еще рано, нам даже 18 лет, какая нам пенсия. Однако, немного поразмыслив, юноша и девушки приходят к выводу, что заботиться о собственной пенсии все-таки нужно с молоду. Годы учебы пролетят быстро, настанет день трудоустройства, с которого-то все и начнется. Двигаться в жизни по белой, либо по серой заработной полосе каждый волен выбирать сам. Автоматически будет выбрана и пенсия. Но когда нужно устраиваться на работу, нужно просить белую зарплату, а не зарплату в конверте. Для чего это нужно? Чтобы в будущем пенсия была больше. Все о будущей пенсии для учебы и жизни. Учебно-металлическое пособие для старшеклассников и студентов. Каждому в руки. Красочное издание может стать настольной книгой для любой семьи. В доступной форме на простых примерах рассказано о пенсионной формуле, о вариантах пенсионного обеспечения, приведены расчеты пенсионных баллов за год. В дополнение к брошюре памятка о получении услуг пенсионного фонда в электронном виде через личный кабинет застрахованного лица. Наше управление пенсионного фонда прибыло в колледж, чтобы ознакомить молодое поколение, для чего нужен СНИЛС, для чего нужен трудовой договор, для чего надо эти все документы, чтобы в дальнейшем у них была нормальная трудовая пенсия. А госуслуги, какие можно получить в пенсионном фонде, государственные услуги в электронном виде. Учащиеся автодорожного колледжа далеко не единственные участники занятий, проводимых специалистами в рамках единого дня пенсионной грамотности. По согласованию с управлением образования составлен график открытых уроков. Они пройдут и в городских, и в сельских школах. День открытых дверей для молодежи состоится в управлении пенсионного фонда. В ходе встречи они порой задают те вопросы, которые интересуют их мам, пап, бабушек и детей. Это очень, кстати, хорошо. Ну и, естественно, мы говорим, чем занимается управление пенсионного фонда, какие направления у нас в работе. У нас же и назначение пенсии, и материнский семейный капитал, и страховые взносы. То есть у нас много услуг, которые мы оказываем населению. Поэтому молодежь заинтересована и задает вопросы. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко. Ахтубинск ТВ. Ну а мы идем далее. Уже известно, как в Ахтубинске будут праздновать День города и 150-летие со дня образования поселка Петропавловка. Праздничная программа рассчитана на два дня. Мероприятия пройдут на трех основных площадках. 22 сентября – это уже в эту пятницу. В 7 часов вечера торжественное открытие набережной в поселке Петропавловка. 150-летию поселка Речников будут также посвящены праздничные мероприятия. На следующий день, 23 числа, на мемориальном комплексе «Крыло Икара» состоится торжественное построение военнослужащих лиц имени Чкалова. В 10 часов там начнется церемония – открытие бюста легендарного советского летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова. После чего последует открытие набережной на территории, прилегающей к мемориальному комплексу. И, наконец, завершающим этапом празднества станет традиционное массовое гуляние. В 19 часов на площади Ленина стартует большая концертная программа. Запланировано выступление эстрадного певца и музыканта из столицы Руслана Олехну. После этого в честь Дня города будет дан яркий праздничный фейерверк. И еще об одном поистине праздничном событии, которое уже состоялось. Концертно-выставочный зал «Муза» стал уютной гостиной для кукольного мира. На прошлой неделе там открылась уникальная для нашего города выставка «Жили-были куклы». В экспозиции представлены авторские работы нашей землячки Ирины Шуст. Глубокие и многоплановые подвижные фигурки выполнены вручную, каждая в единственном экземпляре. Ахтубинцы не упустили возможность познакомиться с миниатюрной жизнью сказочных персонажей. С тетушкой и автором работ пообщалась наша съемочная группа. «Кукла Маша не плачь, кукла Даша не плачь» – слова известной песни, которая ни в коем случае не относится к персонажам, представленным на выставке Ирины Шуст. Ее экспонаты никогда не грустят, словно живые, маленькие человечки, приветливые и улыбчивые. Как и их хозяйка, тетушка И, так сказочно именует себя автор коллекции, которая рассказывает все образы, плод ее собственного воображения. Сказочная жизнь нашей героини началась несколько лет назад, с того момента, как на свет появилась ее дочь Аксинья. «Я очень люблю писать портреты, вообще очень люблю рассматривать людей, глаза. Это глаза мои, вообще мои любимые. И мне очень заходили, я увидела в интернете, как раз это начало набирать обороты, это текстильные куклы. И я увидела одну девушку, вот у нее работа, детали, я поняла, что мне нужно делать просто. Я поняла, что конкретно от меня, и что мне хочется делать». Видения своих персонажей не давали ей покоя. Образы прорисовывались вплоть до мелких деталей. Увиденное кропотливо переносилось на эскиз, а после тщательно, в течение нескольких месяцев, воплощалось в реальность. Сейчас в коллекции мастера около 500 кукол. На второй выставке «Жили-были куклы» представлена лишь небольшая ее часть. К слову, первый показ в Ахтубинске прошел пару лет назад. Выполненные из текстиля фигурки тогда были неподвижны. Сегодня, благодаря приобретенному со временем опыту, они стали настоящими маленькими человечками. Над образом этих милых и добрых созданий мастер работал ежедневно на протяжении одного года, совмещая эту творческую деятельность с другой, не менее креативной, преподаванием в художественной школе, где вот уже более 8 лет Ирина Шуст ведет занятия по декоративно-прикладному искусству. «Приходилось какие-то урывки отрывать на занятия. Вот пока у детей занятия, там какая-то работа. Вот я просто брала, либо я рисую, либо я что-то шью, либо я леплю. То есть, каждая минута у меня была задействована в этом году. Поэтому год откровенно от такого кропотливого труда». Год назад Ирина освоила лепку. Ее творчество сегодня обладает силой гипноза. Окунаясь в огромные глаза, ее персонажи словно попадаешь в мир волшебного арта. Разноплановые экспозиции переносят зрителей в вечер, где дети читают сказку, повествуют о лесных жителях. «Ну, это моя любимая, это все лесные жители. Бабушки, дедушки, грибочки, там кто-то, меморольковые лесовички. Вот это отдельная история». Вернуть взрослых в мир детства с помощью своих сказочных персонажей. Главная идея выставки – еще увидеть, цитирую, «Сколько нас таких крылатых оказалось в полный зал». Посетители выставки любовались изящной техникой. И не только. Каждый из них мог сполна ощутить внутренний мир кукол. «Фиалковая нежность», «Пани Вероника», «Авдотия Макаровна». Художница Ирина Шуст напомнила каждого персонажа свои эмоции. Мудрые, трогательные, нежные, романтичные, в каждой своя душа и свой характер. Ее экспонаты передают добрую энергетику, рассказывают свою историю жизни. «Как будто в сказке побывала. Уникальная выставка, потрясающая. Приятно, что у нас такие есть творческие люди в Автобинске. Выделили что-то для себя? Мне вот очень нравится дедушка. Я просто вот смотрю на него, как можно было эти мочины все так вот выложить. Такие эмоции, ну просто потрясающие». «Вообще здорово, что куклы необычные, нестандартные, сказочные больше. Это всегда радует, когда люди выходят из своих рамок и творят, показывают свое воображение, свое творчество. И мы можем это тоже увидеть и посмотреть, как это бывает». «Красота. Вообще интересно, так все создано. Я даже не пойму, пеликан, она сами тоже. Уникум просто». «То есть настолько все детально, да?» «Да, да, да. Я думаю, вообще заводское надо. Пришли, в магазин купили, посадили». Особенно трепетно к работам своей талантливой мамы относятся ее дети, у которых, несомненно, появился свой любимый персонаж. «Моя любимая мамина работа – это кукла Франческа. Ну, ее так зовут, а выглядит она в черном, полностью в черном все». «Первоклассница». «Первоклассница. Почему она тебе нравится?» «Потому что она похожа на меня». Восхищение работами своей коллеги высказали и педагоги художественной школы, в числе посетивших выставку поклонники Ирины Шуст, те, кто с удовольствием продолжает приобретать ее куклы в качестве подарка своим близким. «Каждый год мы нашей Вадуши в день рождения дарим куклу Ирине Шуст. И вот есть исполненные четыре года, декабре и пять, и у нас маленькая выставка дома». И даже больше сегодня куклы нашей землячки проживают свою жизнь в разных частях мира. В планах у мастера провести выставку своих работ в других городах, а еще начать иллюстрировать детские книги, где ее герои обретут свой бумажный мир, дорогу в который им подскажет их любимая тетушка Ирина. «Приглашаю всех посетить эту выставку. Она еще у нас здесь будет выставлена неделю точно. Вот приходите, смотрите, порадуйтесь вместе с нами». И у меня на этом все новости. Будьте в курсе событий города-района вместе с Ахтубинс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok